У нас сегодня лекция по построению модели с латентными переменными и ЕМА-алгоритму. В принципе, предполагается, что вы, как минимум, с ЕМА-алгоритмом в общем виде знакомы, поэтому много будет такое напоминание, но тем лучше. Как я говорил в прошлый раз, в каком-то смысле это ключевая лекция курса, потому что если бы мне что-то хотелось, чтобы вы лучше всего усвоились, курс это как раз то, как и зачем нужно строить модели с латентными переменными, ну и какими методами можно с ними работать, какими методами можно такие модели обучать. Понятно, что они все так или иначе завязаны ЕМА-алгоритм, но есть куча разных вариаций на эту тему. Для того, чтобы не создавалось ложного ощущения, что ЕМА-алгоритм это алгоритм для разделения смеси гаусян, мы с вами будем в курсе рассматривать много разных примеров. Как минимум два примера применения ЕМА-алгоритма рассмотрим на сегодняшней лекции, плюс у вас будет, с моей точки зрения, совершенно шикарное практическое задание. Один из тех редких случаев, когда у меня есть повод для гордости, по сути, в каком смысле я его инициировал. Будете искать преступника по зашумленным фотографиям с помощью ЕМА-алгоритма. Значит, первые три человека, которые смогут правильно преступника найти, ну, правильно вычислить, получат ценные призы. Ну ладно, не ценные, а памятные. То есть задача какая? Вам будет выдаваться серия зашумленных фотографий, на которых надо будет с помощью ЕМА-алгоритма каким-то образом выполнить определенную их обработку, не буду говорить какую, после чего постепенно на них начинает проявляться лицо преступника. Значит, преступник, кто-то из БАЭСовской группы, ну вот дальше нужно... Чем больше фотографий вы вовлекаете в процесс обработки, тем лучше у вас контуры лица поступают. Фотография будет вам выдаваться партиями. Специально для того, чтобы нужно не просто правильный ЕМА-алгоритм реализовать, но еще некой, там, не знаю, смекалкой, смелостью обладать для того, чтобы вот там все-таки кого-то идентифицировать, у каждого будет одна попытка. Значит, ну вот первые трое, кто преступника угадает, то есть вычислят его правильно, значит, будут дополнительно награждены. На оценивание задания это, конечно, никак не повлияет, потому что оценивать задание будем мы, а информацию о преступнике будет некий сыщик принимать. Соответственно, он же вас будет награждать моими руками. Ну, это как такая некая затравка для того, чтобы, может быть, опять же, сегодняшнюю лекцию слушали более внимательно. Итак, что мы будем делать? Мы, на самом деле, будем пытаться решать вот такую вот задачу по выборке восстанавливать параметры распределения в медном максимальном протоподобии. Вопрос в номер раз. В каких параметрических семействах вот эту задачу можно решить эффективно? В экспоненциальном классе? Да, да, в экспоненциальном классе. Да, да. То есть, если параметрическое семейство лежит в экспоненциальном классе, то мы можем гарантировать, что мы оценку максимального протоподобия на параметры этого распределения можем эффективно находить. Иногда мы можем это делать в явном виде, то есть просто продифференцировали алгоритм протоподобия, приравняли к нулю и смогли разрешить из получившейся системы уравнений смогли найти решение θ. Иногда даже в остальных случаях явно это сделать нельзя, можно построить эффективную численную процедуру благодаря тому, что алгоритм функции протоподобия будет являться функцией вогнутой. Значит, вогнутой функции даже в пространстве высокой размерности существует эффективный алгоритм для поиска глобального, ну, он, собственно, единственный максимума. Одна маленькая проблема заключается в том, что экспоненциальный класс, хотя кажется, что это такой большой, широкий, много распределений содержит, на самом деле не очень-то широкий. И зачастую на практике наблюдаемые данные имеют гораздо более сложное распределение, которое в экспоненциальный класс никак не вписывается. И возникает дилемма, что делать? Либо мы пытаемся, тем не менее, на нашу выборку данных натянуть какое-то распределение из экспоненциального класса, либо нужно переходить к принципиально более сложным семействам распределений. Ну и стандартный пример. Тут нет мелков. Ну да. Здесь, предположим, одномерный случай, нам задана выборка. Ну вот такая. Мы бы хотели плотность распределения восстановить. В принципе, мы можем попытаться восстановить плотность распределения, выбрав какое-нибудь параметрическое семейство из экспоненциального класса. Например, нормальное распределение. Можем сюда вписать нормальное распределение? Да не вопрос, можем. То есть можем найти оценку максимального продоподобия, ну и получим какую-нибудь вот такую вот гаусяну, которая наиболее правдоподобно описывает наши наблюдаемые данные в семействе нормальных распределений. Но с точки зрения здравого смысл кажется, что, ну, как-то модель не очень хорошая. Данные явно не из гаусяна пришли. С другой стороны, можем сказать, предположим, что у нас как бы данные приходят из нескольких гаусян. Скажем, красные из своей, синие из своей, ну и... и зеленые из своей. И тогда можем восстановить, в принципе, параметры каждого гаусяна. Параметры красный, зеленый, синий гаусян. Ну, значит, что-то такое получим. Ну и ключевая проблема заключается в том, что это, конечно, все замечательно, у нас только нет информации о цветах. То есть мы не знаем, какой объект из какой гаусяна пришел. А если бы знали, то обратите внимание, у нас задача восстановления распределения становится сразу гораздо более простой. То есть мы сразу сводим к задаче восстановления одной гаусяны по выбрике объектов. Задача, которую можно решить в явном виде. Если бы у нас была информация о том, из какой гаусяны каждый объект пришел. Ну вот, если угодно, на этом как раз и строится идеология создания моделей с латентными переменами. Мы говорим, значит, наши иксы имеют довольно сложную природу, пришли из сложного распределения. Но если бы мы дополнительно знали что-то еще, какие-то дополнительные переменные, то наше распределение стало бы гораздо более простым. Если угодно, для любого сложного распределения, не из экспоненциального класса, можно ввести дополнительные переменные и вводить их так, что совместное распределение на иксы и вот на эти дополнительные переменные, как латентные переменные, будет лежать в экспоненциальном классе. Поэтому вместо того, чтобы решать вот такую задачу, мы говорим, введем дополнительные латентные переменные z, так, чтобы у нас вот такое распределение уже лежало в экспоненциальном классе распределения. Если так можно сделать, то тогда исходную задачу, которую мы теперь будем называть задачей максимизации неполного правдоподобия, неполного, чтобы подчеркнуть, что мы вроде как максимизируем правдоподобие, но вот у нас часть переменных неизвестна. Так вот, если можно ввести латентные переменные так, чтобы это распределение стало принадлежать к экспоненциальному классу, то исходную задачу можно решить ем подобными процедурами. Что мы сейчас, собственно, с вами еще раз сделаем вывод ем-алгоритма, ну и посмотрим, какие тут разные модификации для ем-алгоритма возможны. Самое смешное, что помимо того, что мы исходную задачу решим, в процессе ем-алгоритма мы еще и получаем информацию о возможных значениях этих латентных переменных. И как это не смешно, но на практике существует довольно много задач, в которых информация о z гораздо важнее, чем информация о θ. То есть мы обучаем модель, мы находим параметры θ, не ради параметров θ, а на самом деле для того, чтобы что-то про z сказать. Ну, я вам несколько примеров приведу таких ситуаций. Ну, а теперь давайте попробуем, собственно, вывести ем-алгоритм, который по сути является собой сведение вот этой задачи к вот этой. Повторю, по предположению мы считаем, что мы смогли ввести латентные переменные, так что у нас вот это распределение стало лежать в экспоненциальном классе. То есть у такого распределения мы можем сравнить и легко найти оценку максимального подоподобия. В частности, вот такая функция у нас является функцией вогнутой полтета, рефиксированных x и z. Итак, значит, цепочку тоже здесь записываем. Стартуем с алгоритма неполного правдоподобия. Помножаем его на 1. Где q от z какое-то произвольное распределение, ну, в пространство наших латентных переменных, в пространство наших z. Поскольку логарифм p от x при условии t от z не зависит, значит, интеграл по d z вот этой штуке равен 1, ну, тогда у нас просто логарифм остается. Здесь то, что ждество. Дальше. Использую правило для условной вероятности и выражение под алгоритмом расписываю вот так вот. В числителе совместное распределение на x, z при условии t от z. Что должно быть в знаменателе? Чтобы я получил вот такую вот штуку. Ох, видели бы вы свои лица. p от z при условии x т от z. Все понимают? Супер. d z. Дальше. Выражение под алгоритмом умножаем на 1. Обратите, кстати, внимание, что у меня числитель и знаменатель от z зависят, а их отношение от z не зависит. Значит, умножаем числитель и знаменатель от z на 1. Что я делаю дальше? Следующим ходом. Ну, пойдем, понимаете, да. Ну, когда ты меня в данный вход, когда оставляем вот алгоритм. Да. То есть я разбиваю логарифм произведения на сумму двух логарифмов. И группирую я вот так вот. Вот у меня будет аргумент одного логарифма, вот аргумент другого логарифма. Значит, сумма логарифмов, тогда у меня возникает два интеграла. В одном будет логарифм первого слагаемого, в другом – логарифм второго слагаемого. Значит, в первом интеграле логарифм отношения совместного распределения на q от z. Во втором интеграле отношения логарифма, точнее, логарифма отношения q от z к p от z при условиях стета. Что можно сказать? Ну, хочется думать, можно сказать предислагаемое, по какой-нибудь из них? Первое – украинец. А второе? Второе – украинец. А второе – украинец. А первое? Значит, окей, окей, все мысли мы ошибки сделали. Чудно. Кто не знает, что такое KL-дивергенция? Есть такие? Замечательно. Но для тех, кто знает, я все-таки напомню. Значит, дивергенция, кульбок и лейблер, между двумя распределениями. По определению есть мат ожидания по первому аргументу, логарифма отношения первого аргумента ко второму аргументу. Кто умеет доказывать, что KL-дивергенция всегда не отрицательна? Дивергенция. Ну, супер. Значит, не отрицательна, равно нулю тогда и только тогда, когда два распределения почти всюду совпадают. Все это вы знаете. Может, вы еще и теоретико-информационный смысл знаете? Дивергенция кульбока и лейблера. Да, да. Хотя есть конформационный смысл простой, показывает, насколько дополнительных битов у нас будет длиннее сообщения при неоптимальном кодировании. То есть, если у нас символы приходят из распределения P от X, а мы их кодируем так, как будто бы они приходили из распределения Q от X. Значит, у нас код будет неоптимальный, он будет длиннее, вот то, насколько битов он будет длиннее, как раз описывается в диригенции кульбока и лейблера. Если бы мы кодировали нужным распределением, то дополнительных битов было бы ноль. Ну да, да. Окей, хорошо. Почему у нас первое слагаемое является диригенцией кульбока и лейблера? Кто говорил, что является, кстати? Так. Не, ну хорошо, минус поставим сюда, переверем местами. Что у нас на совместное на X и Z распределение, а не только на Z, поэтому он не может. Во! Во! Вот это не диригенция кульбока и лейблера, ни в коем разе. Хотя выглядит похоже. Но только в нижнем, похоже. Почему не диригенция? Потому что в диригенции кульбока и лейблера у нас носители обоих распределения должны быть одинаковые. А здесь у нас в числителе стоит распределение в пространстве X, Z, означает ли только распределение на Z. Это не диригенция. А вот это дивергенция. Второе слагаемое. Значит, диригенция между Q от Z, напомню, Q от Z у нас пока произвольное распределение, и P от Z при условии X тета. Но если это дивергенция кульбока и лейблера, значит, она всегда не отрицательная. Тогда я могу сказать, что у меня мой логарифм неполного правдоподобия больше либо равен, чем первое слагаемое. Значит, идея EM-алгоритма заключается в том, что вместо того, чтобы оптимизировать левую часть, вот это, я начинаю оптимизировать первое слагаемое из моего разложения. Но теперь я начинаю оптимизировать как по тета, так и по распределению Q. У меня появляется дополнительная степень свободы. Значит, это слагаемое первое вносит название вариационная нижняя... Тьфу, не вариационная нижняя граница. А по-английски ELBA, evidence are bound. Нижняя граница на обоснованность. Ну, я уже практически проболтался, сказал, что это действительно является вариационной нижней оценкой на исходное выражение. Вопрос, почему? Ну, то есть, во-первых, из этого неравенства... То есть, вспоминаем, вариационная нижняя оценка мы вводили, значит, определение. Два свойства. Первое, она всегда меньше либо равна, чем исходная функция. Вот это неравенство мне это гарантирует. И второе, для любого значения, значит, аргумента исходной функции, то есть для любого значения тета, всегда найдется такое значение вариационного параметра, то есть такое Q, при котором неравенство придет в равенство. Значит, если я зафиксирую тета, равный тета 0, то чему я должен Q положить равным, чтобы мне неравенство стало равенством? Про это тет, я надеюсь, это гарантирует. Чудно. Итак, значит, у меня это тем самым вариационная нижняя оценка, коли так, то вместо того, чтобы оптимизировать напрямую исходный функционал, я могу запустить итерационный процесс, на котором решать задачу блочной координатной оптимизации. Оптимизировать по Q при фиксированном тета, оптимизировать по тетам при фиксированном Q. Так, значит, отсюда E-шаг – это оптимизация вариационной нижней оценки по Q при фиксированном тета. Соответственно, Q от Z тогда должна равняться P от Z плюс условие X тета 0. М-шаг должен оптимизировать вариационную нижнюю оценку по тета при фиксированном Q, что эквивалентно оптимизации по тета числителя. Согласны? Потому что знаменатель у меня от тета не зависит. То есть, если я этот логарифм распишу как разность двух логарифмов, то второе слагаемое – это будет просто энтропия Q, она от тета не зависит, поэтому ее можно отбросить. И тем самым я получаю, что это эквивалентно оптимизации по тета мат ожидания логарифма совместного распределения. Что же хорошее в этих двух задачах? Значит, первое. На E-шаге. Смотрите, на E-шаге вообще-то у нас задача функциональной оптимизации. То есть, я должен оптимизировать свое выражение по всевозможным вероятностным распределениям. В общем случае, это была бы задача убойная, если бы ни одно обстоятельство, которое вы, наверное, помните, судя по лицам, с прошлого года, что у нас вот в этой сумме разложения нашего логарифма неполного предоподобия эта сумма от Q не зависит, потому что этот алгоритм неполного предоподобия от Q не зависит. Поэтому максимизация по Q первого слагаемого эквивалентна минимизация по Q второго слагаемого, а второе слагаемое к л-дивергенция. Где к л-дивергенция достигает минимум, мы знаем. Когда у нас два аргумента совпадают. Поэтому, собственно, Q приравниваю апостерерным распределением. Вывод. Если у меня модель такая, что я могу на латентные переменные выполнить аналитический байсовский вывод, то E-шаг я проделаю в явном виде. Вот по этой формуле. Вопрос. А что если... Не могу здесь сделать явный байсовский вывод. Что делать? Так. Ага. Ну, значит, смотрите. Мне нужно на E-шаге каким-то образом все равно получить распределение. Куа-зет. Пусть вот не в точности, равное вот этому. Допустим, я зафиксирую какое-нибудь параметрическое семейство. Ну, скажем, если я знаю, что z у меня это непрерывные перемены от минус до плюс бесконечности, ну, возьму семейство нормальных распределений. И должен из этого семейства нормальных распределений выбрать какое-то одно, в каком-то смысле наиболее близкое вот к апостриорному. Так вот, мы сразу понимаем, в каком смысле близость надо определять. Потому что, смотрите, если я оптимизирую первое слагаемое, максимизирую по всевозможным нормальным распределениям, это все равно, что минимизирую второе слагаемое по всевозможным нормальным распределениям. То есть я могу вот здесь вот написать такую формулу, что это есть аргминимум дивергенции Кульба-Колейблера между Q от Z и честным апостериорным распределением по Q из некоторого параметрического семейства Q большое. Вот именно вот так вот. Не аргминимум при обратной КЛ-дивергенции. Не аргминимум там какой-нибудь альфа-дивергенции Реньи и бог знает чего еще. Я минимизирую вот такую КЛ-дивергенцию. Если я так буду делать, то я гарантированно буду получать приближенный ЕМО-ГРИ, на который будет обладать свойством монотонности роста вариационной нижней оценки. То есть процесс будет гарантированно сходиться. На нигде не будет риск зацикливания. Что будет, если я вот здесь ограничу семейства распределений, в которых я веду оптимизацию, допустим, всевозможными дельта-функциями? Здесь вот напишу. Да, да. То есть, ну, во-первых, если у меня Q лежит во всевозможных дельта-функциях, понятно, что у меня Q от Z будет какое-то вырожденное распределение. Вопрос, какую точку должен как бы эту вероятность эту массу поставить. И вообще, говорит, вариантов может быть, ну так, на вскидку много разных. Может быть, в мат ожидания, может быть, в медиана, может быть, в моду, может, еще во что-то. Но вот эта форму однозначно показывает, куда нужно ставить массу. Если я минимизирую КЛ-дивергенцию вот между Q и P по Q из дельта-функций, то легко показать, что оптимальный ответ будет какой? Ну, собственно, давайте его выведем. Итак, значит, вот я беру всевозможные дельта-функции, центрированные в точке Z0 от логарифма числителя дельта-функции в знаменателе честное пастерёрное распределение. И хочу это выражение минимизировать по Z0. Так? Значит, раскрываю этот алгоритм. С одной стороны, получается дельта-функция на алгоритм дельта-функция. Неважно, что это. Какая-то константа. Она от Z0 зависеть не будет. Константа минус интеграл по дельта-функции логарифм P от Z при условии X тета. DZ. Интеграл по дельта-функции это есть просто константа минус логарифм P от Z0 X тета. Я это выражение должен минимизировать по Z0. Соответственно, логарифм с плюсом я должен по Z0 максимизировать. Значит, вывод. Точка мода. Привет, Байосу для бедных. Собственно, вот откуда выводится Байос для бедных. Я, помните, когда про него рассказывал, дал без доказательств. Сказал, ну вот можно показать, что нужно поставить в точку моды. Вот откуда показывается. То есть что я делаю? Я как бы пытаюсь приблизить мое честное апостериорное распределение, но в ограниченном классе распределения. Минимизирую дивергенцию Кульбека-Лейблера между аппроксимацией и честным апостериорным. Если у меня класс распределения ограничен только дельта-функциями, то есть только выраженными распределениями, то вот обоснование того факта, что я должен тогда вероятность массу поставить в точку мода, в максимум апостериорном распределении. Тогда моя задача, мой приближенный E-шаг, сведется просто к тому, чтобы найти максимум вот этого распределения или что-то же самое, максимум совместного распределения при фиксированных иксах. То есть это сделать можно всегда, даже когда у нас никаких сопряжений нету, и аналитический байсовский вывод невозможен. Мы с вами в дальнейших лекциях рассмотрим несколько более широкую ситуацию, когда байсовский вывод аналитически невозможен. Мы будем ввести минимизацию вот такой вот КЛ-дивергенции, но немножечко в более широком классе распределений, ну или семействе распределений, нежели вот дельта-функции. Оказывается, в некоторых ситуациях такие задачи тоже можно довольно эффективно решить, ну и, собственно, это то, что лежит в основе современных нейробайсовских методов, когда вот этот парадигм применяется к нейронным сетям. Окей, что можно сказать про М-шаг? Максимизируем, какой-то матожедание, интеграл, возьмется он. Что-то, на первый взгляд, очень страшное. Ну, на самом деле, на второй взгляд, тоже часто страшное. Но давайте посмотрим, что эта функция представляет как функцию тета. Что-нибудь при нем можно сказать хорошего? То есть плохого при нем можно сказать то, что да, здесь интеграл, который не факт, что возьмется. А хорошего? Да. Вот это выражение у меня будет, видимо, вогнутая функция. Так? Ну и что? Я же не оптимизирую, я оптимизирую матожедания. Что можно про матожедание сказать? Ну, хорошо. Что можно сказать про сумму вогнутых функций? Так. А матожедание что? Выпуклая комбинация, да, из бесконечного количества слагаемых, из континуума слагаемых, выпуклая комбинация вогнутых функций. Будет функция вогнутая. Поэтому у меня весь этот интеграл является вогнутой патета функции. Даже если я не могу его оптимизировать аналитически, я могу его оптимизировать численно, стартую из любого начального движения, сойдусь к точке глобального оптимума. Очень хорошее свойство. Оно особенно хорошо тем, что че-то научилось за последние годы оптимизировать даже такие интегралы, которые не может ни в одной точке посчитать. То есть есть такие модели, когда мы, и мы будем их разбирать даже, даже будем, да, интегралом посчитать не можем, а максимум этого интеграла под это можем найти довольно эффективно. Уже какие-нибудь идеи есть, как это можно сделать? Сток оптимизации, да. Потому что для сток оптимизации нужен стокастический градиент, стокастический градиент от интеграла найти можно, ну, там, в общем, антекар в оценке. Даже не зная как бы частного значения интеграла, и стало бы частного значения градиента. Итак, резюмируя. Значит, е-шаг часто можно выполнить аналитически, ну, либо, как минимум, всегда можно сделать байосы для бедных. На м-шаге у нас стоит задача оптимизации вогнутой функции. То есть, в принципе, так вот процедура выглядит довольно эффективной. Причем понимание вот этого общего вида е-малгоритма, оно важно. То есть я мог, в принципе, лекцию сказать, ребят, вот е-малгоритм на е-шаге делай раз, на м-шаге делай два, точка. Типа формулу под ключ дать. Я специально, как бы, тут постарался относительно детально вывести, для того, чтобы вы понимали, откуда эти формулы берутся. Что вот здесь вот формула не такая. Здесь мы решаем задачу минимизации КЛ-дивергенции. А дальше уж все зависит от того, в каком семействе мы куищем. Соответственно, е-шаг можно обобщать и модифицировать в куче разных способов. Значит, на м-шаге... Вот эта оптимизационная задача тоже берется не с бухты-барахты, а это блочная координатная оптимизация вариационной нижней оценки. Понятно, что вот это классический вид е-малгоритма. Понятно, что существуют разные постановки экспериментальные, при которых эти процессы нужно немножко модифицировать. Например, есть стахастический е-малгоритм, есть м-е-алгоритм, есть вариационный е-малгоритм и куча других модификаций, которых мы частично в курсе еще будем затрагивать. Все они так или иначе опираются на эту базовую схему, все они эту схему немножечко модифицируют. Разными путями. В зависимости от того... Ну да, предположим, в следующей ситуации. На е-шаге вы можете рассчитать аналитически вот это распределение апостерера, то есть вы можете е-шаг выполнить прям в явном виде, мгновенно. А на м-шаге у вас вот неберущийся интеграл и для нахождения максимум приходится делать большое количество итераций численного метода. Вопрос, как можно процедуру оптимизировать? В смысле, как его можно сделать более эффективной? Например, никто не заставляет на м-шаге доводить дело каждый раз до сходимости. Можно на м-шаге выполнить одну либо несколько итераций, увеличив значение функционала, а потом снова перейти к е-шагу. Потому что е-шаг быстрый, м-шаг медленный. Бывает ситуация обратная. М-шаг быстрый, а на е-шаге вот здесь вот приходится итерационно, мучительно эту крайне диургенцию минимизировать. Опять же, никто не заставляет нас здесь доводить дело до точного минимума. Можно сделать несколько итераций и перейти к быстрому шагу. То есть мы эти два шага можем комбинировать в разных сочетаниях в зависимости от того, какой шаг у нас можно сделать быстро, какой шаг делать медленно. Во всех этих случаях мы все равно монотонно увеличиваем нашу вариационную нижнюю границу, тем самым гарантируем сходимость и отсутствие, допустим, риска зациклиться. Окей, значит, наиболее известным примером ЕМ-алгоритма, безусловно, является разделение смеси гауссиан, пресловутое. Что у нас выступает в роли латентных переменных? Ну, цвета, ну да, используя мою аналогию, цвета. То есть иксы, это наши непрерывные переменные, которые, собственно, приходят из одной из гауссиан. Тета — это параметры каждой из гауссиан, а з для каждого объекта — это индекс того, из какой гауссиан этот объект пришел. А если мы вспомним классический ЕМ-алгоритм для разделения смеси гауссиан, то мы вообще-то увидим, вот мы в точности вот это и делаем. На Е-шаге мы для каждого объекта рассчитываем вероятность, что он был сгенерирован каждый из гауссиан. Но обычно они гамма обозначаются. А на М-шаге мы, конечно, вот такой интеграл нигде не записываем, потому что мы просто решение в явном виде находим. Но оно из себя представляет взвешенные оценки максимального подобия, вспомните. Взвешенные вероятности, с которой данный объект был сгенерирован из соответствующей гауссианы. Получаются взвешенные средние и взвешенные среднеквадратичные отклонения. То есть реально это вот тот же алгоритм, просто и на Е-шаге, и на М-шаге у нас задача оптимизации в явном виде удается решить, поэтому получается уже конкретная формула. Значит, в каких ситуациях вот этот Байсовский вывод возможен аналитически? Значит, два важных частных случая. Случай первый, когда задают дискретные переменные. Если только дискретные переменные не принимают экспоненциально много значений, а такое, например, бывает, допустим, у нас есть 10 бинарных переменных, которые взаимосвязаны, тогда у нас 10-мерная бинарная переменная вообще принимает 2 в 10 значении. Если она будет не 10-мерная, а 100-мерная, мы задачу не решим никогда. В смысле, мы никогда не сможем распределение дискретное отнормировать. Так вот, за исключением таких вот экзотических случаев, если Z дискретные переменные, значит, мы для них всегда можем постереверное распределение рассчитать. Собственно, что мы и делаем в модели смеси гауссиан, когда у нас переменная дискретная, показывает индекс гауссиана. И второй важный случай, когда у нас имеет место сопряжение между распределением Px при условии Z-тета и P от Z при условии тета. Если эти два распределения сопрягаются, то мы, опять же, можем выполнить аналитический байосовский вывод назад. В этих случаях, значит, Е-шаг можно выполнить аналитически, в остальных случаях необходимо решать те или иные оптимизационные задачи, ну вот по минимизации дивергенции Кульбека-Лейблера в каком-то ограниченном множестве распределений. Значит, и давайте я еще один тут важный, ну, с моей точки зрения, важный пример приведу из собственной практики. Одна из моих любимых моделей, в данном случае выражение моих моделей, имеется в виду те, к разработке которых ваш покорный слуга причастен. Модель World to Vec все знают? Ну, наверное, как минимум наслышанно. То есть модель, предложенная Томашу Микловым для решения задачи прогнозирования слова по контексту, стандарт задачи из лингвистики, сама по себе не очень интересная, как задача, но она, как некая смогает, и задачи используются в лингвистике довольно часто. Ну и вот Миклову удалось построить масштабируемую версию алгоритма, которая в состоянии обучаться по громадному корпусу текстов. Грубо говоря, прогоняется корпус текстов, который превышает то количество текстов, которое человек за свою жизнь может прочесть. То есть компьютер в каком-то смысле прочитывает больше книг, чем любой из нас. И в процессе обучения модели строится для каждого слова векторное представление. Ну и вот оказывается, если довольно много текстов проанализировать, то эти векторные представления обретают семантический смысл. То есть алгебраические операции над векторами соответствуют семантическим операциям назначениями слов. Ну и вот все эти замечательные примеры. King минус man плюс woman равно queen, Russia минус Moscow плюс Washington равно USA и так далее. Примеров таких-то тысяч. Оказалось, что в этих векторных представлениях реально содержится информация как о значении слова, так и о разных его грамматических, морфологических модификаторах. Типа рот, число падеж, сравнительная степень и прочее. Модель все время произвела эффект разорвавшейся бомбы. Действительно, очень красивая. По-видимому, это первая модель, в которой компьютер проявил зачатки понимания смысла, той информации, которая ему подается. Но вот оказывается, что эту модель можно довольно элегантным способом расширить, построив на ее основе модель с патентными переменами. Мотивация следующая. А почему мы строим векторное представление для слова, если мы понимаем, что в этом векторном представлении вообще содержится какая-то информация о смысле? Она же может одно и то же слово иметь разные смыслы. Согласны? Но бывает куча многосмысловых слов. Может быть, надо строить векторное представление для смыслов, а не для слов. Приняв гипотезу, что, вообще говоря, каждое конкретное вхождение слова может иметь в разных контекстах разный смысл. Допустим, мы берем, скажем, solo sound, у него есть два характерных значения, причем совершенно разных. Это звук и это пролив. Почему же мы один и тот же вектор строим для этих разных значений? Ответ. Ну, понятно почему. Потому что в нашем корпусе текстов у нас же каждый раз, когда solo sound входит, там нет приписочки, что это вот sound смысл один, а у этого sound смысл два. Мы видим просто вхождение слова, мы не видим вхождение смыслов. И вот тут как раз на помощь приходят модели с латентными переменными, когда мы вводим латентные переменные, мы говорим, что, ребят, мы на самом деле будем строить векторное представление не для слов, а для смыслов слов. Соответственно, каждое слово может иметь одно из небольшого количества векторных представлений, в зависимости от того, какой конкретный смысл это слово имеет в данном конкретном контексте. Тогда вот номер смысла для каждого слова является латентной переменной, мы ее не наблюдаем, мы подозреваем о ее существовании, поэтому мы вводим эту латентную переменную в нашу вероятность модель, но мы ее не видим на этапе обучения. То есть мы обучаемся поисту года неполной информации или по частичной разметке. Ну и вот с помощью ЕМ-подобной процедуры удается построить модификацию модели Word2Vec, которая отчуда действительно выучивает для каждого слова несколько векторных представлений, причем еще и автоматически определяет число этих векторных представлений, и векторные представления начинают отвечать уже значениям, тем или иным значениям данного слова. И вот эта процедура, как это ни смешно, реально работает и позволяет даже проводить дезамбигуацию. То есть вот, да. В данном случае получается у нас Z как бы разное для разных объектов. То есть в примере с данным у нас было двигалось данным для всех объектов. Да, да, совершенно верно. А здесь уходы разное количество? Да, да. Это как бы ничего не противоречит. То есть структуру пространства латентных переменах определяем мы на этапе построения модели. В этом есть некий элемент искусства. Как правило, структура этого латентного пространства определяется нашими подозрениями относительно того, что мы вообще в данных ожидаем увидеть. То есть вот применительно к модели вот на 100-й ворот у века у нас были основания полагать, что у одного и того же соу может быть несколько разных вертельных представлений, потому что у него может быть несколько разных значений. И мы эту информацию закодировали внутри нашей модели. Ну и потом ее успешно смогли по данным восстановить. Окей. Это, если угодно, некая иллюстрация к тому тезису, который я озвучил ранее, о том, что модели с латентными переменами ЕМА-алгоритм позволяют извлекать из данных больше информации, чем в них как бы содержалось, как это казалось бы, на первый взгляд. То есть в данном случае мы научились, допустим, решать задачу дезамбигуации. То есть определять, какой смысл слово имеет в том или ином контексте. Хотя в самих обучающих данных этой информации не было. У нас был просто корпус текстов. То есть мы обучались, если угодно, по неполной, по частичной разметке, а обучились при этом так, как будто бы мы обучались по полной. Ну а теперь давайте за оставшееся время рассмотрим простенький пример модели, которую вы все хорошо знаете, а именно метод главных компонент. И посмотрим, как эту модель можно сформулировать на вероятностном языке, на языке модели с латентными переменами и какие преимущества нам это дает. По отношению к базе модели метода главных компонентов. Значит, все помнят метод главных компонентов? Ох, не будет. Значит, метод главных компонентов. Это один из классических, хорошо известных и изученных методов обработки данных. Решает задачу уменьшения размерности признакового пространства. Значит, мы предполагаем, что мы наблюдаем объекты Х, которые живут в пространстве размерности D большое. И хотим провести, хотим найти подпространство размерности D малое, линейное подпространство, в котором бы содержалась наибольшая часть дисперсии наших наблюдаемых данных. Ну и задача решается в явном виде. Значит, мы строим ковариационную матрицу по нашим объектам, D большое на D большое, приводим ее к главным осям и проецируем на D малое собственных векторов, отвечающих наибольшим собственным значениям. Вот такая вот процедура. Как бы в явном виде все решается. Казалось бы, тут уже что можно обобщить? Как можно метод главных компонентов обобщить? Оказывается, можно. Значит, давайте попробуем то же самое сделать, но на вероятности на языке. Итак, вводим модель с латентными переменными. P, X, Z при условии θ, по правилам произведения расписываем P, X, при условии θ, θ, на P вот Z, а при уровне распределения на Z не будет зависеть ни от каких параметров по построению нашей модели. И каждый из этих двух слагаемых определяем вот так. Первое слагаемое. Нормальное распределение на X, пространство размерности D большое, с мат ожиданием μ, плюс результат действия линейного оператора из пространства размерности D малое, пространство размерности D большое. и коррекционная матрица сигма квадрат И. А второе распределение стандартное, нормальное. В руле наших параметров θ у нас выступает вектор μ, линейный оператор W и скаляр сигма квадрат. Соответственно, μ имеет размер D большое, W имеет размер D большое на D малое. значит, Z вектор размерности D малое. Значит, что эта модель говорит? У нас есть X, живущие в пространстве размерности D большое. И для каждого X у нас есть его внутреннее или латентное представление Z, живущие в пространстве размерности D малое. так, что X является собой результат проекции своего латентного представления из пространства D малое, размера D малое в пространстве размерности D большое плюс μ плюс какой-то изотропный шум в пространстве размерности D большое. Такая вот модель порождения данных. Обратите внимание, что у нас модель теперь уже генеративная, в отличие от того, что мы на предыдущих лекциях рассматривали. Это раз. И второе модель с латентными переменными, потому что на этапе обучения я наблюдаю только X. Выборку из N объектов. Z не наблюдаю. Моя задача найти наиболее протоподобные значения параметров тета. То есть arg максимум P от X при условии тета. Как несовместное распространение получить P от X при условии тета? Магинализовать. Да. Значит, я могу записать вот так. интеграл P от X при условии Z тета на P от Z DZ. Интеграл возьмется или нет? Почему? Да. У нас здесь Z в правдоподобие входит линейное под мат ожидания, а приорное имеет распределение нормальное. Значит, эти распределения сопряженные. Значит, этот интеграл берется аналитически. Соответственно, могу посчитать аналитически вот это выражение, и честно он промаксимизирует под это. Значит, если мы сигму стремим к нулю, то выражение, которое мы здесь получим для максимума правдоподобия остальных параметров, будет совпадать с результатом метода главных компонентов. Собственно, поэтому это является вероятным аналогом метода главных компонентов. По этой же причине метод главных компонентов допускает решение в явном виде. Потому что как бы все сопрягается, мы получаем как бы в аналитическом виде выражение, которое, собственно, нужно приоптимизировать. Я предлагаю сейчас сделать другое. Прикинемся, что мы по каким-то причинам разучились брать такие интегралы, не хотим. Давайте попробуем для этой же задачи выписать ЕМ-алгоритм. Во-первых, в качестве тренировки, а во-вторых, когда мы выпишем, то мы увидим, что на самом деле в некоторых ситуациях использовать ЕМ-алгоритм для этой задачи более эффективно, чем решать ее напрямую в лоб. Итак, хотя могу задачу как бы решить прямо, вместо этого пытаясь выписать ЕМ-алгоритм. Значит, у меня есть латентный переменный Z, который я не наблюдаю. Значит, если я буду делать ЕМ-алгоритм, на Е-шаге я должен рассчитать апостерерное распределение на Z при условии X-тета, так? А на М-шаге должен взять мат-ожидание по этому распределению по Z от алгоритма совместного распределения и приоптимизировать это по тета. Ну, давайте попробуем это сделать. Итак, Е-шаг. Я должен положить Q от Z равному P от Z при условии X-тета. Применяю теремы Байса. Значит, это и есть числители PX при условии Z-тета P от Z в знаменателе нормирующая константа. Теперь, в силу того, что у меня объекты независимо одинаково распределенные, значит, я правдоподобие представляю в виде произведения по отдельным объектам PXI при условии Z-I тета на P от Z и аналогично в знаменателе. это интегральное выражение можно представить как произведение по отдельным объектам. Дальше. Значит, вот здесь вот я могу этот многомерный интеграл представить как произведение интегралов меньшей мерности. То есть формально у меня вот здесь интеграл был по DZ большое, то есть пространство размерности n умножить на D малое. Но на самом деле я понимаю, глядя вот на это выражение, что здесь у меня реально записано произведение из n интегралов, каждый из которых по пространству размерности D малое. Тогда я могу это вынести как одно произведение и записать, что это просто произведение по отдельным объектам таких вот выражениям. Таких вот выражений. То есть произведение по отдельным объектам о постериорных распределении на Z и при условии х и тета и тета. Да. В смысле... Ну, потому что у нас вот здесь вот выражение такого вида. f от x на g от y dx dy. Я могу это написать как произведение интеграла f от x d от x на интеграл g от y dy. Вот я в случае здесь это и сделал. Какое у меня будет распределение о постериорное Z и иметь? Нормальное. Понятно почему. Потому что если у меня здесь сопряженное распределение, если у меня бы о постериорное было нормально, о постериорное тоже будет нормально. Здесь у меня нормальное распределение на Z и на параметры его я уж себе позволю шпаргалку посмотреть. Они, в принципе, аналитически все рассчитываются, но мат ожидания будет выглядеть вот так. акквариационная матрица такая. На самом деле выглядит страшно, на самом деле ничего страшного нету. Мат ожидания это просто мы тут легко должны уже увидеть регуляризованную псевдообратную матрицу к W. То есть мы очень похожие выражения получали на предыдущих двух лекциях, когда разбирали метод релевантных векторов для задачи регрессии и классификации. Ну, для регрессии. Тоже там были псевдообращения. В общем, нам важно, что эти выражения в явном виде можно рассчитать. И не очень сложно. Отлично. Теперь давайте перейдем к M-шагу. На M-шаге я должен взять мат ожидания вот по этому распределению, то есть по всем Z от логарифма совместного распределения на XZ. И дальше, получившись выражением, прооптимизировать по моим параметрам θ. то есть по W, по сигму и по мю. Ну, давайте попробуем и посмотрим, удаст тут вообще аналитические мат ожидания это взять или нет. Для этого, собственно, расписываю, что же такое логарифм совместного распределения. Значит, мат ожидания по Z внешнее. Дальше. Логарифм совместного распределения представляется в виде суммы логарифмов по отдельным объектам, поскольку все объекты не зависят по одинаково распределенные. логарифм P от X и при условии Z и θ плюс логарифм P от Z и. Значит, видно, что второе слагаемое от θ не зависит, поэтому я сейчас просто в аддитивную константу запихну. скажу, скажу, что это есть с точностью до константа, независимая от θ. Это есть первое слагаемое. Теперь идем, собственно, начинаем упрощать вот это выражение. Первое, что делаю, заношу мат ожидания под сумму. Всю линейность всегда можно сделать. Тогда у меня возникает сумма по объектам, и мат ожидания уже будет стоять не по всем Z большом, а каждое слагаемое буду брать мат ожидания только по Z итому, потому что каждая отдельная слагаемая зависит только от одной Z итой. мат ожидания по Z и. Ну и теперь расписываю, что же это такое за выражение. Значит, логарифм нормального распределения на X и с мат ожиданием вот таким и дисперсией вот такой. Значит, минус D пополам логарифм 2P минус D будьте здоровы логарифм Сигма минус значит, это я записал нормировочную константу для многомерного нормального распределения. А теперь минус собственно теперь квадратичная форма, которая под экспонентой была. X и минус μ минус W Z и транспонирована значит, единица на 2 сигма квадрат на X и минус μ минус W Z и скобку закрыл. Значит, теперь раскрываю вот этот вот квадрат. Равно константа плюс сумма по объектам мат ожидания по Z и даже мат ожидания могу занести еще дальше. Смотрите, у меня первые два слагаемых от Z не зависят. Значит, могу их вынести из-под знака мат ожидания. Давайте так и сделаем. Значит, минус логарифм 2P опять же, это константа, заношу ее вот в эту аддитивную константу. Значит, у меня остается минус D логарифм сигма. минус единицы на 2 сигма квадрат и мат ожидания по Z и теперь раскрываю вот эту квадратичную форму. Значит, раскрываю ее таким образом, как квадрат разности, где вот это у меня будет первым аргументом X и минус му, а это будет вторым аргументом. Вот так вот я сейчас раскрою. Потому что мне дальше нужно будет брать мат ожидания по Z, поэтому мне нужно выделить слагаемые, которые от Z зависят, а от Z не зависят. Значит, X минус му транспонированное XI минус му, квадрат первого слагаемого, минус удвоенное произведение, минус 2, XI минус му транспонированное W, ZI. И плюс квадрат второго слагаемого. Плюс ZI транспонированное, W транспонированное, W, ZI. Все, скобку закрыл. И, наконец, теперь я могу, ты смотрите, я выделил те части, которые зависят у меня от Z, реально у меня от Z зависимы здесь и вот здесь. Значит, я могу теперь моему от ожидания пробросить вот аж досюда. Давайте сделаем. Константа плюс сумма по объектам минус D логарифм сигма минус единица на 2 сигма квадрат и тут записываю. Значит, XI минус мю транспонированное на XI минус мю. Дальше. Здесь, смотрите, у меня от Z зависит только вот, собственно, сама Z. Значит, я могу мат ожидания пробросить вот аж до этого Z. Здесь у меня линейные операции стоят. Значит, минус 2 XI минус мю транспонированное W на мат ожидания ZI. что? Мат ожидания ZI могу вычитать аналитически? Да вот у меня записано. Все. Супер. Осталось последним разобраться. Какое выражение это дурацкое. Z здесь и здесь. Как-то нельзя перегруппировать так, что вот можно было W транспонированное W вынести за пределом от ожидания. Все-то вы знаете. То есть, давайте я это здесь наверху распишу. ZI транспонированное W транспонированное W ZI это все равно, что трейс от того же самого. А в трейсе я могу циклически переставить порядок множителей. Значит, вот так вот записать и вот теперь могу мат ожидания пробросить через трейс и через два этих матричных умножения в силу того, что все эти операции линейные. И тогда я получаю последнее плюс трейс W транспонированное W на мат ожидания ZI ZI транспонированное. Квадратную скобку закрываю. Внимание, вопрос. Вот это выражение я могу аналитически рассчитать. Чему равно? Да. То есть если у меня величина X имеет нормальное распределение с параметрами мю и сигма многомерное, то мат ожидания X на X транспонированное это есть ковариационная матрица плюс мю на мю транспонированное. ну это матричное обобщение свойства, что дисперсия есть мат ожидания квадрата минус квадрат мат ожидания. тогда мат ожидания квадрата есть дисперсия плюс квадрат мат ожидания. Ну вот это многомерная версия всего факта. Итак, поскольку я и ковариационную матрицу и мат ожидания знаю, я аналитически вот эту штуку могу рассчитать, вот это вот мат ожидания. Чудно. Значит, у меня на М-шаге выражение, которое нужно прооптимизировать, напоминаю, по мю, по сигма и по W, оно полностью аналитически рассчитывается. Интеграл взялся. Ну, давайте смеха ради попробуем биопродифференцировать, скажем, по W. То есть оптимизация по мю и по сигма в лоб делается, по W чуточку сложнее, но давайте мы сейчас вместе проделаем, заодно, чтобы увидеть, какие интересные свойства мы получим. Итак, значит, берем нижнее выражение и начинаем его дифференцировать по W. Значит, первое, какую должен структуру получить после того, как я скалярную функцию продифференцировал по матрице размера D большой на дымовая. Матрица размера D большой на дымовая. Очевидно. Так, дифференцируем. Здесь производная 0, здесь производная 0, здесь производная 0. У меня вот только содержать на два слагаемых остаются. Так? Так, записываю. Сумма по объектам. Дальше минус вынесу. Единица на 2 сигма квадрат. Дифференцирую вот это выражение по W. Что нужно получить? Мат ожидания ни от каких W не зависит. мат ожидания зависит от распределения, которое мы на E шаги рассчитали, мы его рассчитали и зафиксировали при фиксированном распределении. то есть тут как раз зависимости нет уже в мат ожидания. Так все-таки что здесь записано? Значит, здесь билинейная форма. Вектор умножить на матрицу на вектор. Так? После дифференцирования, во-первых, мы понимаем, что W входит сюда линейно. Значит, после дифференцирования здесь W уйдет. Останутся два вектора, из которых нужно скомпоновать структуру, которая имеет размерность по размерности W. Такое мнемоническое правило. По размерности действуем. Значит, X имеет размерность D, ну, X-ミュ, Z имеет размерность D малая. Как нам из двух векторов размерности D малая и D малая собрать матрицу размера D на D малая? Значит, мы первый вектор берем столбцом, а второй строчкой, то есть второй транспонированный. Так у нас здесь получается минус 2, первый вектор столбцом, X-I-Mu, второй вектор транспонированный строчкой. Вуаля! Все. Матрица размера D большой на D малая. Дальше. В этом выражении. Значит, здесь, смотри, W входит с квадратом. Значит, после дифференцирования одна W уйдет, другая останется. Так? Дальше, значит, вылезет двоечка, по сути, квадрат дифференцировали. Значит, плюс двойку записываю. И дальше я должен в этом выражении получить матрицу, опять же, размера D большой на D малая по размерности. И в его распоряжении есть одна матрица нужной размерности W, и другая матрица размерности какой? D малая на D малая. Как вне из двух таких матриц собрать матрицу размера D большой на D малая? W на... То есть, матрицу D большой на D малая умножить на D малая на D малая. Все. Представь произведения будет D большой на D малая. Ну, то есть, я вот так вот каюсь, матричное дифференцирование выполняю. Потому что, я в этих правилах все время путаюсь, а по размерности я точно знаю. Тут как бы по-другому никак не соберешь нужную размерность. Все, скобку закрыл, приравнял производную к нулю. Окей, давайте разрешим получившееся уравнение относительно матрицы W. Значит, двойки я сокращаю. Сумму заношу внутрь. Ну, или с угодно W выношу за пределы суммы. И получаю тогда вот такое выражение. Значит, сумма по объектам X, Ит минус мю на мат ожидания Z, Ит транспонированное минус W умножить на сумму по объектам мат ожидания Z и Z и транспонированное равно нулю. Ну, и теперь, собственно, переношу второе слагаемое в правую часть и умножаю обе части равенства на обратную к такой вот матрице. вот так вот. Значит, сумма мат ожиданий Z и Z транспонированное. И тогда окончательно я получаю вот такое вот выражение на W. первое. Значит, одна матрица это сумма по объектам X, Ит минус мю на мат ожидания Z, Итых транспонированных. И справа домноженное на матрицу вот такого вида. Сумма по объектам Z, Z, Итранспонированное под мат ожиданием и все это в минус первой. Ну, выражения для мю и для сигма получаются напрямую. Не будем их сейчас выводить, чтобы не тратить время. Там, как бы, ничего сложного нет. А вот эта формула для нас некоторый интерес представляет. А именно, давайте прикинем, какая вычислительная сложность у расчета матрицы W. в предположении, что у нас N больше D, D большого больше D малого. Значит, у меня стоимость перемножения вот этих матриц имеет сложность D большой на D малое, да еще N слагаемых, даже, собственно, не так. Чтобы считать одно слагаемое, мне нужно D большой на D малое элементов и таких слагаемых у меня н штук. Значит, N, D большой, D малое, а здесь мне нужно рассчитать N, D малое, квадрат и еще обратить эту матрицу D малое, куб, на D малое, куб доминируется N, D малое, квадрат, который еще доминируется N, D большой, D малое. То есть сложность вот такая вот. А теперь давайте вспомним исходный метод главных компонентов. там какая сложность? Там никаких аттракционных процессов, решение по явной формуле. Вот только сложность какая у этой явной формулы? Значит, нужно посчитать матрицу к вариации размера D большой, на D большое и потом ее еще привести главным осям, но это задача эквивалентной обращению матрицы. То есть там кубическая сложность. Итого у меня получается O большое N D квадрат, но формально вот так вот. Но если у меня N больше, чем D большое, то можно доминировать вот таким членом. то есть фактически мне нужно рассчитать матрицу из D квадрат элементов и сама эта матрица является собой сумму из N слагаемых. Поэтому сложность будет N D в квадрате. Зато по одной формуле решение получится. здесь аттракционный процесс, но самый медленный участок это перенасчет матрицы W, сложность имеет N D большое на D малое. Да. Да. Когда помимо будем дифференцировать, W не вылезет. А, да. сейчас, сейчас, сейчас. Там помимо выражения вообще должно получаться просто среди арифметическое по всем иксам. не получается сразу. А, ну, не получится подкладывая поставленное ожидание. Нет, нет, сейчас, погодите, должно получиться. То есть, мы, когда возьмем производную по миу, то как бы у нас вот здесь будет W, Z, да, а здесь будет только иксы и мюшка. Когда мы эту мюшку выразим, не может быть. Уйдет, если мы поставим ожидание на распределение вот так, то как мы поставим это ожидание, вот это наверное будет уродить. но я не исключаю, но сейчас таки хотелось бы более как-то из явных соображений это увидеть. Сейчас, как бы здесь у нас будет ну да, тикси минус мю, здесь у нас будет WZT. то есть как бы идея какая, что если мы подставим сюда мат ожидания по ZI, так, который я вот здесь уже стер, но там как бы есть член, который отвечает за мю, тоже, да, сейчас, мне уже саму с того интересно, то есть есть ли шанс, зависимость от W уйдет, слушайте, давайте я как бы дом проделаю, а на следующей лекции скажу. Я просто честно не считал, потому что для меня ответ очевиден. Мюн надо положить равно средне арифметическому, что это должен получиться. Я подозреваю, что наверное получится, просто на вскидку я боюсь сказать из каких здесь соображений он должен получиться. Но как бы отвечаю все-таки на ваш вопрос, зависимости не будет, не будет зависеть от W. Так вот, значит, смотрите, у нас два варианта для решения задачи, найти, собственно, главные компоненты. Первый вариант, явная формула со сложностью N, D, большое квадрате. Второй вариант, итерационный процесс, который самый медленный участок, собственно, стоимость фактически одной итерации от N до большое D малое. Ну, пожалуйста, можно проверить к нулю, тогда как бы я вот здесь вот исключу, да. Ну, бог и ради, эквивалентная процедура получится. Можно заранее циндровку выполнить на ноль. Представим со следующей ситуацией, что у нас, допустим, D большое равно, ну, скажем, 10 тысяч, пытаемся из 10 тысяч мерного пространства объекта спроецировать, допустим, в пятимерное линейное подпространство. То есть, у нас здесь 10 тысяч в квадрате, а здесь 10 тысяч умножить на 5. Что называется, почувствуйте разницу. Да, итерационный процесс, но стоимость одной итерации в 2000 раз меньше. Если этот атерационный процесс сойдется, допустим, за 200 итераций, то вот мы будем работать 10 раз быстрее. С помощью ЕМА-алгоритма мы в 10 раз быстрее построим главные компоненты, проведем уменьшение признаков пространства, чем если бы мы действовали по явной формуле. Вот такие вот на первый взгляд немножко нетривиальные следствия. Но в каком-то смысле это один из примеров контринтуитивного поведения классических моделей, когда мы говорим про большие пространства, про пространства высокой размерности, либо про выборки большого размера. Часто оказывается, что явные формулы работают дольше, чем итерационные процессы. Это первая особенность ЕМА-алгоритма. Хотя я сказал, что мы формулу пишем типа понарошку, просто потренироваться, что такое ЕМА-алгоритм, чтобы не только смеси гаусян разделять. На самом деле, даже в методе главных компонентов, где, казалось бы, все запрягается, решать задачу можно напрямую по явным формулам, иногда оказывается выгоднее записать модель с латентными переменными и через ЕМА-алгоритм решить эту задачу. Это первое преимущество, но не единственное. Преимущество следующее. Предположим себе, на секундочку, что нам дана вот эта выборка иксов, но с пропусками. Для некоторых объектов некоторые компоненты из иксов неизвестны. Бывает такое на практике? Сплошь и рядом. Особенно, когда приходится работать с данными большого размера, они, как правило, собираются в разных источниках, и кто-нибудь где-нибудь все время косячит. Что делать? Это данные пропуски есть. Что нам метод главных компонентов рекомендует, базовый, а ничего не рекомендует? Не знаю, ну там, на средний попробуй заменить, ну может объекты выкинуть. Ну так, знаете, можно довыкидываться, чтобы вообще ни одного объекта не останется. У нас, может, во всех объектах какие-то пропуски где-нибудь да есть. И никакого корректного способа работы с таким пропуском вообще, говоря, нам метод главных компонентов не предоставляет. А вот эта модель предоставляет. Почему? Да потому, что все пропущенные значения я теперь объявляю дополнительными латентными переменными. Модель моя вот записана. Те иксы, которые я не знаю, значит, это будут дополнительные латентные перемены. Я буду на e шаге пересчитывать на них распределение по наблюдаемым данным. А на m шаге буду брать алгоритм совместного распределения и по этим переменам брать мат ожидания. Потому что они теперь стали латентными. То есть у меня как бы стирается разница между x и z. Я могу часть x-сов не наблюдать. Аналогично мне может быть ситуация немножко более экзотичная, но имеющая право существования. Когда, допустим, для некоторых объектов у меня из некоторых соображений z-ы известны. Полностью либо частично. Но, например, я беру те же самые векторные представления для слов и пытаюсь из 255-мерного пространства перейти, допустим, в пространство трехмерное. Я хочу сделать так, чтобы первая ось была связана с эмоциональной коннотацией. Я беру слова типа дурак, сволочь, негодяй и говорю, у них должна первая компонента быть существенно меньше нуля. А у слов типа умница, хорошист, молодец, хочу, чтобы первой компонента была как можно больше. Я могу эту информацию в эту модель легко заложить. После чего у меня неизбежно и остальные слова как-то тоже растянутся по этой эмоциональной шкале. То есть такая постановка имеет право на существование. Вопрос, что делать в методе главных компонент базовым, когда мне для некоторых объектов известны некоторые значения низкоразмерных представлений. Ответ, да ничего. Он никак не может эту информацию учесть. А вот эта модель может. Почему? Потому что я для некоторых Z, некоторые латентные перемены объявляю известными. Я говорю, я знаю, я их наблюдаю, я знаю их значения. Я не буду для них на E шаге пересчитывать распределение, потому что я и так знаю, чему они равны. Я не буду на M шаге по этим переменам брать мат ожидания. Я подставлю их конкретные значения. И тогда у меня вообще грань размывается между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми переменными. У меня возникает единый формализм. Как работаете с теми и с другими. То есть, если раньше у меня была вот такая ситуация. Каждый объект описывался вектором X-ов и вектором Z-ов. Значит, размерность D большой и D малая. И у меня на этапе обучения вот это я наблюдаю, а вот это я не наблюдаю. И у меня метод главных компонентов возникает. То теперь у меня ситуация, когда я просто какое-то произвольное подножество переменных могу наблюдать, а остальное подножество не наблюдать. И я по-прежнему могу свою модель обучать через E-молгоритм. Объявляя все то, что я не наблюдаю, латентными переменными и на них пересчитывая распределение на E шаге и беря по ним мат ожидания от алгоритма совместного распределения на M шаге. Все это как бы штука важная. То есть мы получили возможность работать с произвольными пропусками в данных. И наоборот учитывать любую дополнительную информацию, скажем, о латентных переменах, если она у нас есть. Это как бы тоже одно из важных преимуществ модели с латентными переменами и соответственно E-м подобных процедур. почему это особенно актуально сейчас, потому что сейчас, когда мы, ну мы, в смысле, человечество начинает все больше и больше задач обработки больших объемов данных решать, то когда мы говорим про большие выборки обучающие, очень нетривиальные задачи становятся, то есть легко получить большую выборку объектов, сложно получить большую размеченную выборку объектов. Соответственно, все большую актуальность приобретает задачи обучение по неполностью размеченным данным, по частично размеченным данным, по слабо размеченным данным, это если что, все разные вещи, но все примерно вокруг одного и того же. То есть, как бы какая-то информация есть, но очень небольшая о разметке нашей обучающей выборки. И тогда у нас тоже неизбежно возникают модели с латентными переменами. Мы говорим истинная их разметка, она для нас неизвестна, она есть, но она неизвестна, но у нас есть какая-то информация о возможных значениях от разметочной перемены, целевой переменной. Эту информацию можно учитывать на этапе обучения, и если выборки достаточно большие, то эксперименты показывают, что можно добиваться почти такого же качества, которого вы добились бы, если бы у вас была выборка полностью размеченная. На малых выборках это не так. На малых выборках существует большая разница между полной разметкой, сильной разметкой и слабой разметкой. И по слабой разметке принципиально ничего там выучить не удается. Когда данных много, оказывается, по слабой разметке можно научиться тому же, чем вы бы научились по сильной разметке. Но при этом слабая разметка получается гораздо дешевле, чем разметка сильная. Для тех, кто не верит, можете спросить сотрудников Яндекса. Они вам расскажут, как долго и мучительно Яндекс получает эту разметку, и целые коллективы людей-толокеров имеются, которые за большие деньги. Каждый из них получает мало, но, поскольку их много, то в сумме Яндекса это обходится довольно дорого. Яндекс нужно платить эти деньги для того, чтобы получать разметку довольно невысокого качества. Просто потому, что значит алгоритм машинного обучения не запустится. Поэтому крайне важно иметь модели, которые выдвигают минимальные требования к разметке в данных. И опять же, для того, чтобы вместе с такими моделями работать, нам приходится использовать аппарат моделирования с латентными переменами. И последнее, что хотел сказать. Возвращаемся к вероятности модели главных компонентов. Еще одно ее достоинство. То есть, казалось бы, мы взяли известную модель, для которой не нужна ни байесовская интерпретация, ни вероятность интерпретация, и зачем-то ее так переформулировали. Оказывается, как мы модель вот так переформулировали, у нас тут же появляются дополнительные возможности для ее расширения. Расширение первое. Так называемая смесь методов главных компонентов. Давайте мы расширим номенклатуру латентных переменных. Вот у нас есть латентные переменные z непрерывные из пространства размерности d малая. Давайте введем дополнительные еще одни латентные переменные t, дискретные. И модель нашу запишем вот так вот. Совместное распределение x, z, t при условии θ есть, ну, давайте даже, x, z, t маленькими буквами, значит, x при условии z, t, z, t, t, p, z, p, t при условии θ. Первое распределение нормальное на x, пространство размерности D с мат ожиданием μt плюс Wt на z и дисперсия σ2t на i. Дальше на z стандарт нормальное распределение, ну а на t дискретное распределение с вектором вероятности π. Получила смесь методов главных компонентов. Что это означает? Я говорю, у меня мои наблюдаемые переменные x, раньше они порождались из низкоразмерного линейного подпространства. Я говорю, у меня реально данные живут в низкоразмерном пространстве зад. Дальше я действую линейным оператором и перевожу эти данные в пространство размерности D, прибавляю к ним систематический сдвиг и накладываю нормальный шум. А теперь я говорю, у меня данные живут в одном из линейных подпространств невысокой размерности. В каком конкретно это показывает переменная t? После чего я действую линейным оператором, в пространство высокой размерности прибавляю сдвиг и накладываю нормальный шум. Теперь я получил возможность находить скрытые линейные подпространства, в которых данные живут. До сих пор, пока был метод главный компонент, я умею решать вот такие задачи. У меня, допустим, вот так вот данные лежат. Я мог найти подпространство низкой размерности. Такое вот построить. Теперь я могу делать нелинейное уменьшение размерности пространства. Теперь я могу решать задачи, когда у меня данные примерно как-то вот так вот выглядят. что они живут в одном из линейных подпространств невысокой размерности. Введя дополнительные латентные переменные, t, индекс подпространства, из которого у меня объект пришел. И запустив E-малгоритм, я смогу для каждого объекта, во-первых, оценивать вероятность, что он пришел из соответствующего подпространства, во-вторых, находить параметры этого подпространства. Согласитесь, такая модель уже, ну, немножко более гибкая, чем обычный метод главных компонентов. А все, что я сделал, добавил латентные переменные дополнительные. И в E-малгоритм я теперь на E-шаге буду еще на T-шке рассчитывать распределение, на M-шаге буду еще мат ожидания по T брать. Второе. А что я все заводил? Линейная, долинейная? А можно что-нибудь нелинейная сделать? Вот чего здесь вот так вот линейным оператором действуем? А давайте мы на Z подействуем как-нибудь нелинейно. Возьмем какую-нибудь нелинейную функцию, настраиваемую, которую на вход будем подавать Z, а на выход она будет выплевывать мат ожидания дисперсию. Да, да, будут несопряженные. А для этого у нас есть стахастический вариационный вывод. Уже 8 лет как честно придумала. Какие мы знаем, настраиваемые нелинейные функции? Да что угодно, да хоть те же нейросети. Подставляем сюда нейронную сеть, получаем тут же модель, известную как вариационный автокодировщик. Одна из основных рабочих лошадок сейчас. Модель, которая позволяет крайне эффективно находить нелинейные многообразия невысокой размерности в данных. Поскольку почти любые данные высокоразмерности на самом деле живут в нелинейных многообразиях низкой размерности. Проблема в том, что их далеко не тривиально эти нелинейные многообразия нащупать. Но вот если мы подставляем сюда нейросеть, которая на вход принимает Z, а на выход выдает мат ожидания и дисперсии. И если мы такую модель научимся обучать, то есть научимся настраивать параметры нейронной сети, то мы получим довольно гибкую конструкцию. Да, у нас перестанут эти штуки сопрягаться. Да, мы не сможем на е-шаге выполнить аналитический байосовский вывод. Тем не менее, оказывается, что такая модель по-прежнему обучабельна, но вот благодаря использованию, во-первых, вариационного вывода, о которой мы будем говорить на следующих лекциях, во-вторых, за счет использования собственностаркастической оптимизации, но о которой, я надеюсь, мы в самом конце курса тоже пару слов скажем. Все.